За счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Выживинском районе в одной из многоэтажек выполнили очередной ремонт крыши. В целом на капремонт ушло более миллиона шестисот тысяч рублей. Евгений Иршов расскажет подробнее. Новое покрытие, новые отливы и ограждения. Жильцы дома не нарадуются долгожданному ремонту крыши. Раньше она то и дело протекала и затапливала квартиры, особенно по весне. Вам повезло, вы кровлю проверили сами. Не надо ждать ни весны, ни осени. Кровля как раз сделана до этих сильных дождей и замечаний нет. Это у вас идет заземление, что должно быть по проекту. Работы проведены по новой технологии. Впрочем, как рассказал подрядчик, этот способ ремонта крыши раньше уже применяли. На какое-то время о нем забыли и вот снова вернулись к проверенному временем варианту. Мы цементную стяжку заменили на пропаривание. Почему? Потому что когда пропаривается, это получается как асфальтобетонная стяжка. То есть она расплавляется, она расправляется и получается как стяжка. То есть мы убиваем двух зайцев. Трудоемкость с раствором, да, и мы жильцов защищаем от лишних протечек. Таким способом часто ремонтируют крыши в северных районах. К примеру, в Уктыле с помощью пропарки проводили ремонт кровли даже зимой. Обратить внимание именно на крышу коммунальщиков попросили сами жильцы. Именно на протечке они жаловались чаще всего. Кстати, за ремонт обитатели дома пока не расплатились. Так что счета за капремонт им будут приходить и дальше. К слову, это уже второй отремонтированный дом в Эжвинском районе. Сейчас заканчиваются работы на третьем. Подрядчики пообещали, что управятся до конца года. Евгений Иршов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Эжвинский район.